Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожарах ИЧС с начала года спасатели совершили более 2000 выездов. За это время на пожарах погибли 5 человек. 20, в том числе и один ребенок, пострадали. Почти 600 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. По окончании рабочего дня понедельника на номер 101 от жильцов подъезда и прохожих стали поступать сообщения о задымлении на балконе квартиры по улице Байкальской. Выяснилось, что в жилой комнате горели диваны постельной принадлежности. Рядом с диваном в бессознательном состоянии спасатели обнаружили мужчину. После осмотра бригадой медиков с диагнозом отравления продуктами горения он был госпитализирован в больницу. Теперь специалисты выясняют причину пожара. Однако виновником косметического ремонта квартиры, вероятнее всего, стал ее пострадавший хозяин, неосторожно обратившийся с непотушенной сигаретой. Неприятным воспоминанием для жителей дома по улице Гало останется вечер вторника. У решивших попариться хозяев частного дома загорелась баня. Они, едва увидев первые признаки пожара, тут же вызвали на помощь спасателей, что и помогло сохранить большую часть имущества. Выяснилось, что горела деревянная обшивка между первым и мансардным этажами кирпичной бани. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Во вторник столицу поразили сильнейшие ливни и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. В результате с кознями непогоды не справилось дерево. Оно упало сразу на три припаркованных автомобиля по улице Гая. Оказались повреждены два «Фольксвагена», «Т4» и «Поло», а также автомобиль скорой медицинской помощи «Рено Мастер», находившийся на вызове у больного. Работниками МЧС были проведены работы по распиловке аварийного дерева. Автомобили получили незначительные механические повреждения. Пострадавших нет. Минск чрезвычайный. В конце рабочего дня среды произошло совсем нетипичное ЧП. В квартире на девятом этаже на улице Денисовской вылетели стекла, а из балкона шел дым. Об этом на 101 сообщили соседи. Выяснилось, что произошла вспышка неустановленной смеси без последующего горения. В результате инцидента 36-летний мужчина получил термические ожоги лица и конечности различных степеней тяжести в 50% тела. Мужчина был доставлен в больницу. В результате происшествия повреждено остекленение лоджии двух жилых комнат. Также упавшим остекленением повреждены стекла припаркованного у подъезда легкового автомобиля БМВ-320. Причину происшествия устанавливают специалисты. В четверг утром на 101 поступило сообщение о загорании в квартире по проспекту газета «Звезда». По прибытии подразделения МЧС выяснилось, что загорание имущества произошло в жилой комнате двухкомнатной квартиры на площади в 4 квадратных метра. В результате пожара повреждено имущество и закопчена квартира. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В тот же четверг горела квартира на шестом этаже дома по улице Есенина. По сообщениям из окон валял сильный дым. Работники МЧС выяснили, что в жилой комнате четырехкомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади в 4 квадратных метра. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара поджог. Минск чрезвычайный. Происшествие, произошедшее в ночь с пятницы на субботу, поразило многих минчан. Спасателям поступило сообщение о поражении электрическим током в контактной сети двух человек на же достанции Минск-сортировочной на улице Казинца. На момент прибытия подразделения МЧС 24-летний молодой человек находился на земле и был в сознании. Спасатели транспортировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи. С предварительным диагнозом теремический ожог, пламенем электродуги первой четвертой степеней тяжести 80% тела и ожоговым шоком был госпитализирован в больницу. Его 20-летний друг в результате происшествия погиб. МЧС еще раз напоминает, переходить железнодорожные пути необходимо в специально оборудованных для этого местах. Ни в коем случае нельзя забираться на элементы железнодорожных конструкций, подвижного состава. В особенности приближаться к токоведущим частям поезда, либо линиям электропередачи. Вечером субботы спасателям пришлось выезжать на спасение утят. Происшествие произошло на территории гимназии на улице Мазурова. Выяснилось, что переводя утят через дорогу, мама утка решила пойти по решетке ливневой канализации. Утка с препятствием справилась, а вот 9 утят нет. Они провалились в ливневую канализацию и самостоятельно выбраться, конечно, не смогли. Прохожие не остались в стороне и вызвали на помощь спасателей. Работники МЧС со спасением пернатых справились. Ни один утенок не пострадал. Сразу три авто горели в воскресенье. Первым из них загорелся Chrysler Voyager на улице Минина. Причем пожар произошел в гараже, расположенном на территории частного дома. В обед на проспекте Рокоссовского горелся от Ибица на улице Асгура Рено Лагуна. Во всех трех автомобилях повреждены моторный отсек, салону лакокрасочное покрытие. Транспортные средства восстановлению не подлежат. Предполагаемая причина пожара в короткое замыкание электропроводки. На этом сегодня все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.